Приветствую вас на канале RedCat, сегодня поиграю в Jetpack Simulator и давайте сейчас введем кодики, всего будет 10 рабочих кодов, 9 сейчас мы сразу с вами введем, ну а еще один немножко позже, вы найдете его где-то в середине видео. Ну что же, давайте обо всем по порядку и давайте первый кодик вводим моего друга, классного ютюбера, котика игромана, 1000 долларов получим мы за этот код, следующий код тоже будет ютюбера, sub2def, нет, vetdefyoutube, я думаю, что многие из вас тоже знают этого ютюбера, это Robzy, сколько он нам даст, полторы тысячи дал, нормально, у меня уже 3.5. Хорошо, идем дальше, следующие кодики из твиттера, one mil visits, идем дальше, glitches, так, отлично, супер, смотрите, 2000 нам добавилось, спасибо, так и напишем, thank you, нам дали еще 1000, explosion, это уже из дискорда кодик пошел, 1000, и вот такой вот еще кодик, 6к playing, 2000, отлично, ну и вот такой вот кодик boost на 1000, и того, ребята, 12500 я получил со старта, не играя в эту игру, я думаю, что все мои подписчики заслуживают точно так же начинать играть в эту игру, но сейчас я поиграю со своими подписчиками в эту игру. Вот, вот видишь, тут два угля, его надо собирать. Нет, лучше так не делай, лучше не слушай его. Да, ребята, я решил попрактиковать, скажем так, еще дополнительный бонус для тех, кто у меня в друзьях, вы, если вы находитесь в дискорде, можете поиграть вместе со мной в какую-то игру. Вот как сейчас это было в этой игре. Давайте для начала я сейчас быстренько что-то куплю, а потом немножко расскажу, что и как, как можно вообще со мной поиграть. Так, давайте я хочу, во-первых, увеличим вот это вот, full tank. У меня сейчас очень мало, видите, помещается. Я хочу увеличить, ну, наверное, еще вот так вот до 320 порций топлива у меня теперь помещается. И теперь еще джетпак уровень я прокачал. Ну, а также куплю себе пару питомцев. У меня есть один бесплатный, и сейчас я куплю еще два самых дорогих питомца на локации карта. Так, какой-то пингвинчик мне, по-моему, да, выпал. Тут мои подписчики ходят. Так, еще давайте одного откроем. Что это за питомец? Тоже какой-то пингвинчик или другая птичка, не знаю. Так, ну что, открыл двух питомцев, прокачал себе немножко рюкзачок, прокачал себе джетпак. Ну и, собственно, оставил 6000, пока я не разберусь, для чего их дальше тратить. Сейчас, в чем суть, нужно просто ходить и собирать уголь. О, видите, черный. Подходите, либо же батарейки и собираете свой рюкзачок. Итак, ребята, в Дискорде, если вы есть в Дискорде, если у меня есть время и желание, то, как сегодня, я буду заходить периодически и брать кого-то из вас, поиграть вместе со мной в какой-то place. Потому что одному играть скучно, но с подписчиками довольно-таки весело. Поэтому, если у вас есть микрофон, если вы в моих друзьях, если вы есть в моем Дискорде, то тогда, может, в следующий раз я буду играть вместе с вами. Но сейчас я летаю. С помощью пробела я насобирал 320 из 30-20 возможных порций свой ранец топливный, да. И с помощью него почти взлетел до второй планетки. Мне буквально чуть-чуть не хватило. И сейчас я отправляюсь на телепорт, потому что я случайно упал. Так, пытался что-то продать, но у меня же ничего нету. Получается, я все потратил на свой полет. Поэтому, ух ты, я перешел через телепорт на ту планету, куда залетел. Все идентично симулятору жвачки, как вы уже видите. Вы прыгаете по облачкам, только тут не прыгаете, а летите. Ну и, собственно, здесь можно фармить уже более дорогие ресурсы. Это лампа, я смотрю, на солнечной, точнее, солнечной батареи. И есть ветреные мельницы такие, уменьшенные копии. Но я, смотрите, не могу ничего с ними сделать. Я не могу их фармить. Написано, что у меня неподходящий джетпак. Чувствую, я знаю, на что я потрачу свой джетпак. Давайте купим четвертого уровня джетпак. Или третьего. Неважно. Все, я купил и, видите, сразу начал фармить. Все заработало. Вот такая вот интересная игра. Вам нужно прокачивать свой джетпак, ну а также резервуар для хранения топлива. Тогда вы сможете путешествовать, скажем так, по планетам и добывать более дорогие ресурсы. Так, ну что, я насобирал, смотрите, у меня 640 и 640, и теперь я лечу на следующую планету. Мне не хватит, наверное, чтобы долететь до самого верха, поэтому можно остановиться на облачке и на нем подзарядиться. Все, зарядился полностью и полетел дальше. Тут уже недалеко осталось. И это у меня уже будет планета Луна. Все, залетел на новую планету, теперь будет работать телепорт, я смогу в любой момент сюда вернуться. Здесь есть огромные бочки, которые, опять же, видите, я не могу открывать, пока не поменяю свой джетпак. Поэтому мне опять его нужно прокачать, и после этого только я смогу его фармить. Но сейчас еще один код, ребята, который нашел Степан. 6 тысяч за рюкзак, 1280 получается. Я нашел еще один код ютубера, наугад. И какой же это код? Кого ты нашел? Никтак. Отлично, смотрите, у Никтака тоже уже появился код в этой игре, и сейчас я его введу. Это будет 10-й код, который я вам покажу. Никтак. Вот так вот вводите, и получаете еще 2 тысячи, ребята. И таким образом, за 10 кодов, которые я показал в этой игре, вы получите 14 с половиной тысяч долларов. Я думаю, что это заслуживает на лайк, потому что как только вы зайдете в эту игру и попробуете самостоятельно насобирать первые 14 тысяч, вы оцените, насколько это круто со старта их получить. Ну что ж, я насобирал 21 тысячу, и теперь могу увеличить джетпак свой до пятого уровня и попробовать открыть. Да, открывается, отлично, ребята. Я теперь уже могу открывать эти огромные бочки и намного больше фармить. Это первое, что я хотел сделать, ну а второе, что я хочу, это купить себе питомца. Тут продаются питомцы по 10 тысяч, это довольно-таки много, но в принципе тут по 2,5 тысячи я фармлю за один раз, поэтому могу себе позволить купить яйцо. Давайте посмотрим сейчас, это Кравлер. Тут все эпические, получается, выпадают ПЦ, и может еще выпасть золотой. Мне попался эпический. Ну что ж, неплохой, судя по всему, видите, он третий. То есть он довольно-таки сильный. Смотрите, у меня глюк, как обычно, у меня он не отображается, только 3 отображаются, хотя у меня в инвентаре их 4. И сейчас мне нужно будет сделать ресет для того, чтобы, респаун точнее, для того, чтобы он отображался. Видите, у меня только 3 питомца сейчас. Ну что ж, ребята, я вернулся, все в порядке, уже 4 питомца есть, и давайте посмотрим, насколько быстро теперь я буду фармить. Вау, смотрите, бочки просто исчезают молниеносно. Очень классно, очень быстро все фармится. Поэтому, ребята, я вам рекомендую все-таки купить на Луне 4 питомца, ну хотя бы 4, можете, конечно, и 5. И только после этого отправиться на следующую планету, на планету Марс. Давайте посмотрим, насколько быстро я все-таки докачаю 640 вместилища. И еще одно, что я хочу сказать, для того, чтобы отправиться на Марс, вам нужно, чтобы у вас было не менее 640 места в ваших баллонах, потому что вы просто не долетите до следующей планеты. Так, ну что, ребята, давайте еще купим. Я еще насобирал 10 тысяч и открываю следующего питомца. Это, ух ты, летучая мышь. Прикольно. У меня прям разные все время попадаются. Так, буду собирать еще 20 тысяч, хочу купить еще 2 питомца. Но это я уже буду делать, наверное, на следующей планете, когда доберусь. Потому что я решил туда долететь все-таки. Смотрите, у меня это получилось. Видите, всего 13 осталось. У меня всего 13 топлива осталось, у меня было 640, и всего осталось 13. Поэтому, если у вас будет баллон менее 640, то вы просто не долетите до Марса. Обратите на это внимание и сначала его прокачайте. Что мы видим на этой планете? Мы видим те же бочки, но уже на 200, а не на 100, как были. И видим плазмы, есть очень красивые, которые я не могу фармить, потому что мне надо джетпак купить по, скажем так, круче. Только после этого я смогу что-то здесь делать. И вы видели, что питомцы тут уже по 50 тысяч, ребята, а не по 10 тысяч, как на предыдущей планете. Поэтому я решил на той планете купить себе еще питомцев. Отправляемся обратно на Луну. У меня уже 20 тысяч, и сейчас я куплю себе еще 2 питомца. Итак, кто же мне попадется? Эпический или золотой? Эпический или золотой? Эпический спайдер, смотрите. Третий питомец и все разные. Ну что, хорошо. Давайте еще раз. Неважно, даже если будет повторка, главное, чтобы это были крутые питомцы. Вау, ребята, золотой! Класс! Лунный волк мне попался. Круто! Обалденно, конечно. Смотрите, я 4 питомца открыл и все разные. Может, всем так выкидывает? А может, я такой везучий? Не знаю. Так, давайте сейчас поменяем. Сейчас я убираю того питомца, который мне дали в самом начале игры. Можно, конечно, было и удалить, но пускай будет. Пока у меня нет ограничения в инвентаре, поэтому я оставил. Так, все. 5 питомцев. Все одеты. Багов нет. Все работает. И теперь давайте немножко пофармим. Класс! Намного быстрее стало. Немножко лаги я смотрю в игре, но в целом очень быстро фармится. Так, ребята, ну что ж, я вернулся на Марс. На фарме уже 49 тысяч и могу купить джетпак следующего уровня. И это мне позволяет теперь открывать вот эти вот плазменные штуковины, добывать их. Давайте сейчас мы это сделаем. Ну, конечно, подпишитесь, кто это еще не сделал. И продолжайте смотреть вместе со мной видео. Так, 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 так. Вскрывается. Хорошо. Неплохо. Идем дальше. Они по 500, и их очень удобно. Видите, буквально две штучки, две плазмы мне надо, чтобы забить полностью свой танк. Так. Есть. Все. Получаю денежку, все отлично. И теперь я еще хочу вот эту вот штучку расширить, свой резервуар для топлива и всяких минералов, скажем так. Так, и после того, как у меня будет 1280, я уже могу отправиться на следующую планету. Это будет у нас, по-моему, Нептун. Я буду... Смотрите, я прям сразу залетел аж сюда. Для чего я, кстати, увеличивал уровень джетпака. Дело в том, что на вот этих, видите, планетках есть только плазма. Поэтому, если вы не улучшите свой джетпак, вы, соответственно, не сможете пополнять свое топливо. Потому что бочек здесь нету. Тут есть только плазма. Поэтому вам нужно уметь добывать плазму, чтобы долететь до следующей планеты. Но здесь, видите, тоже какие-то зеленые минералы, плюс есть плазма. Так что вы можете на начальном этапе прокачать немножко плазму здесь покачать. Но потом, когда у вас будет 99 тысяч, уже купить улучшенный джетпак и начинать качать зеленые минералы, которые есть на этой планете. Ну что ж, ребята, вы знаете, игра оказалась лучше, чем я о ней думал, когда смотрел, скажем так, в ютюбе эту игру. Она мне, в принципе, понравилась. Довольно-таки интересная. И довольно-таки непростая. Поэтому в нее приятно поиграть. Ну а на этом все. Сейчас мы будем делать селфи с моими подписчиками. Будет смешной момент. И будем прощаться. Будем фоткаться. Мей, а где вы, где вы? Лети к нам, она не в туне. Сейчас, я прилечу, вот, я куплю джетпак. Эпик баг. Подожди. Жрите меня. Света, пошло, не провалилось. Вот такой вот смешной момент был у моего подписчика, с которым я играл. Но на этом у меня все, ребята. Спасибо, что смотрели. И до новой встречи на канале RedCat. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok